Мы сегодня едем в зоопарк города Бавиль. Мы увидим 10 тысяч разных животных, наверное, конечно, всех увидим, но как минимум 600 видов. Билеты в зоопарк стоят 10 евро на взрослого человека, дети с 3 лет тоже платно 24 евро, до 3, соответственно, бесплатно. Подъезжаем в зоопарк. Вот мы дошли до зоопарка, главный вход в зоопарк. Проходим контроль. Возможно, нам удастся найти карту, чтобы легче было ходить с картой. А вот и карта. Мерси. Ой, фламинго. Да, все, радость начинается. Кохлатый и краснообородый айс. Розовый фламинго. Лисюш, ну тебе нравится? Кого ты только что увидела? Вон там, куда залазил, вот так. Есенечка, а тебе нравится? Кого ты видела? Вот так. Как вы думаете, что они там пытаются выловить? Рыбу. Рыбу? Они тоже, смотрите, розовый, кажется, как фламинго. Чего они тут такой едят? Можно погладить. Он глюв за соль. Эй! Чудо, да, нас не тюкнул. Мне эти птички сильно понравились. У них очень большие глаза, как у людей там. Или как у котов. Ну точно, они как у птиц. Маленькие оленята. И тут же рядом с оленями грифы сидят. Это столовка. Мы до нее не нашли, она все равно переполнена. У меня здесь с собой бутеры, поэтому вот такие. Вот это и другой единир. Сеня, что ты ешь? Можно было у пингвина рыбку забрать. Не, вот этот вот старый тут идет. Смотри, у него уже горбка. Да нет, он мужик, а это сам. Нифига себе, у него лапы. Ну что, ребята, мокрые вам, да? Тапир, красавец. Он Леху узнал, да, реально на Леху похож. Он идет к нему. Какой красивый, да? Братуха, я тебя так долго ждал. Бля, короче, вот это дико. Ему совсем не холодно. И не мог. Вообще не мог. Что, поплыть, что ли? Вот-вот, на, здесь он. Он уже плывет. Мы заходим в отдел Азия. Здесь мы увидим панду и еще кое-кого. Слона? Мы надеемся увидим. А да, точно, слон. Индийский слон, наверное. Какой-то медведь, иголки, гиги. Мишки спят. Вот она, панда. Эту панду тоже не пугает. Восточенским жителям вообще странно видеть улик в зоопарке. Еще и про пчелу рассказывается, как она живет, какие бывают пчелы. У нас только пасек. А здесь в зоопарке. Алиса, гляди сюда. Все, с собой забираем, в рюкзак садим. Давай. Оттуда стартуют говинки, и туда же они приезжают обратно. Так, а мы уже практически дошли до слонов. Вот он, какой большой. Наконец-то мы видим тропическое животное. Ну, кроме панда, конечно. Но они все прячутся, а этот не прячется. Он такой большой, что ему не холодно. Он сам всегда греет. Это вам не Таиланд, чтобы тут рядом слона обнять и сходаться. Только так. Прикольно, это заметило, как они кушают. Мне кажется, в этих мешках есть такие специальные клинтые дырки, куда они в обувь засовывают и себе чуток соломы нагревают. Идем на Канадку. Сейчас поедем, посмотрим сверху на всех зверюшек. Проезд с Канадки, причем стоилось билета. Что приятно. Ага, вот мы и пришли. А у нас стеклянный пол. Нет, он не стеклянный. А, стеклянный, точно. Мы сейчас все еще и посмотрим. Через пол мало что видно. Может быть, если бы была погода, может быть, вид был бы лучше. Но это все огромный зоопарк, где мы сейчас едем. Что мы видим? Все вокруг зоопарк. Так, а мы подходим к Ивам. И там целый прайд. Мы так замерзли, что идем в кафешку. Не знаю, что там продают. И чисто видим, что все едят картошку-фри, фьюд, охладительные. Вот так вот выглядит детская порция. А вот так вот выглядит взрослая порция. И то, и то здесь ели, например. А вот так вот выглядит моя порция. Вы сидели в кафе, пригрели, типа вообще так неохота выходить. Как тут холодно из сыра. Хотя интересно смотреть. Ножки замерзли. Ножки замерзли. Ну, правда, мы неподготовленные, как оказывается. Там еще сапогов не хватает. А так было бы вообще чудно. Это сурикаты. Сурикаты. Мы сами наели, сам ничего не принесли. Вас кормить нельзя. Это как раз те животные, до которых мы не дошли и не достучались. Сейчас к жирафам дойдем. А вот носороги, они где-то были тоже в вольере, потому что холодно. На улице они не гуляли. И мы в этот вольер не смогли попасть. Ну, как бы мы не сильно пытались. Дети, кто это? Мне кажется, что это гну. Антилопа гну. Смотреть оказывается пока попытавов. Большущий аквариум, за которым кто-то плавает. И еще рыба. Похоже на щука. И опять рыба. И в общем нужно ждать, пока придет приплывер Диппопотам. 8 метров 80 в длину. Так, и вот где мы остановились. На самом деле на территории зоопарка несколько площадок. Как минимум я видела лично три площадки. Ну, это одна из них. Самая простая их, те, что я видела. Но все равно приятно для детей, это хорошо. Когда французские школьники учатся, вот тогда сюда нужно приезжать. Это сентябрь месяц. Потому что вот сейчас, например, мы приехали. В основном туристы здесь французы. Потому что у них две недели каникул у французских детей. И здесь очень много семейных пар с детьми. Конечно, у французов есть деньги. Поэтому им нужно как-то отдыхать в свободное от учебы время. Вот так они, собственно, и отдыхают. Кстати, нам еще сказали, что во время французских каникул все гораздо дороже, нежели в остальное время. Поэтому я думаю, что, может быть, даже в сентябре билеты в зоопарк тоже будут дешевле. Ну, по крайней мере, цены на гостиницы гораздо ниже. Это гибрид. Лелки и алоэ. Это у нас макаки. А вон там, вдалеке, еще какие-то бабуины черные есть. Не слышу, да? Видишь, хорошо, что пастукали. Ну, представляете, все так пастукают. У нее нервный тик будет потом. У нее лапка болит. Красавец. Спасибо. Я тоже не вижу. Потому что вам поверьте. Питается. Клетку сломает. Синя, на меня гляди. Ой, что реально, где-то в природе что-то найдет. Ну, может, червяки здесь живут. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok